Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Выставка «Собака», а именно дальневосточный турнир чемпионов, пройдет в эту субботу на русском острове в спорткомплексе Академии МЧС. Экспертами выступят гости из Китая, Венгрии, Эстонии и России. 3 декабря всех желающих приглашают на открытый урок испанского языка по плану изучения алфавита, правильное произношение и первые беседы. Стоимость занятия 200 рублей. А в Пушкинском театре пройдет концерт из цикла «Золотые голоса Кореи» в исполнении ведущих оперных солистов Сеула, арии, дуэты, трио и сцены знаменитых итальянских опер. Еще 3 декабря в караоке-клубе «Грэмми» состоится первый этап конкурса детского творчества «Радуга талантов» от Радио Лема. Начало кастинга в 11 утра. В итоге жюри выберет от 25 до 35 ребят, которые выступят 10 декабря в финале. Конкурс уже проходил в прошлом году и полюбился юным дарованиям и педагогам. И это не случайно. Ведь можно проявить свои способности по нескольким направлениям. Вокальное исполнение, литературное чтение, танцы, игры на музыкальном инструменте. Преимуществом конкурса является то, что участие в конкурсе бесплатно. На сцене Приморской икровой флормонии пройдет творческий вечер Ирины Астаховой. Для тех, кто не знает, Астахова молодая и популярная в современном литературном сообществе поэтесса из Москвы. Ее выступление собирают сотни тысяч зрителей в концертных залах разных городов России, Украины, Беларуси, а также Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии. А в это же время на сцене Фискохол состоится другое выступление. Ежегодное главное танцевальное событие года, которое так и называется «Танцуют все». Каждый номер в исполнении участников проекта – это незабываемое шоу. Отдельная история, поставленная по сценарию известного мюзикла, где артисты должны показать свой характер и проявить свою яркую индивидуальность. Стоимость билетов от 500 до 2500 рублей. 4 декабря на Светландской 33 состоится яркий и красочный праздник с развлечениями, играми и фокусами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие состоится в рамках реализации программы «Доступная среда». Еще Центр современного искусства «Заря» приглашает детей на мастер-классы по созданию масок. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация. В Краевой филармонии детская музыкальная программа, а именно шуточные русские народные песни, частушки, прибаутки и даже дразнилки. Вот с чем встретятся ребята. Стоимость билета – 200 рублей. И в Музее Арсеньева детям тоже может быть интересно в это воскресенье. Для них готовят познавательную игровую программу с элементами квеста «Почти детективная история» от 5 лет, тематическая экскурсия «Первая экспедиция Пржевальского» от 12 лет и экскурсия «Квест Повелители времени» для детей от 7 до 12 лет. Стоимость участия – 200 рублей. На этом пока все. Проведите выходные с пользой. Продолжение следует...